СОВЕТСКОЕ КИНО СОВЕТСКИЕ КИНОДРАМАТУРГ, ХУДОЖНИК, КИНОАКТЁР, КИНОРЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, КАКАКОЕ КИНОР? Играл в фильмах «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Раба любви», «Мастер и Маргарита». Михаил Сергеевич Багдасаров. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Играл в таких фильмах, как «Время танцора», «Китайский сервиз», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и многих других. Анжелика Каширина. Анжелика Асланян, это настоящая фамилия актрисы, родилась в семье врачей 24 января 1986 года в городе Салават. Стать актрисой Анжелика мечтала с детства. Когда Анжелика была в выпускном классе, ее семья решила перебраться в Москву. Девушка стала еще ближе к своей мечте. Сразу после окончания школы девушка с первой попытки поступила в ГИТИС. Впервые в кино Анжелика появилась в 21 год, снявшись в эпизоде телесериала «Мачеха» в роли Карины. Тогда же она взяла себе псевдоним Каширина, фамилию матери. Затем она сыграла эпизодическую роль восточной девушки Карины в сериале «Взрослые игры», была красавицей Софико в сериале «Зверобой». А первый успех пришел к ней в 23 года, когда случайно Каширина попала на кастинг в новое молодежное скетч-шоу «Даешь молодежь». Девушка прошла отбор и начала регулярно появляться на телеканале СТС в различных пародиях и юмористических миниатюрах этого шоу. Так Каширина стала узнаваемой и популярной. Карен Карлосович Бадалов. Российский актер театра и кино. Играл в таких фильмах, как «Орел и решка», «Казус Кукотского», «Грозовые ворота», «Параджанов» и многие другие. Эрвант Ашотович Арзуманян. Советский, российский актер, заслуженный артист РСФСР. Играл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Вор», «В городе Сочи», «Темные ночи», «Баязет» и многих других. Наталья Епрекян. Наталья Андреевна, настоящее имя Натальи Арайковна Епрекян, родилась 19 апреля 1978 года в Тбилиси, Грусинской ССР. Участница и автор телепроекта «Камеди Уумен», актриса юмористического жанра, телебродюсер. С 2004 по 2007 годы участница команды КВН «Мегаполис». В 14 лет Наташа с родителями переехала в Москву. Ее тянуло на сцену и в любимый ею КВН. 2004 год стал звездным не только для команды, за которую играла Наталья, но и для нее самой. Маленькая кавказская девушка вместе с командой победила в КВНовской премьер-лиге, а уже в следующем сезоне захватили высокую ступень в высшей лиге. Но это было началом или своего рода прототипом яркого и необычного шоу. Популярность Епрекян стала расти. Ее часто приглашают в качестве одной из звездных гостей в различные программы и проекты. Она попробовала свои силы в интеллектуальных программах «Кто хочет стать миллионером» и «Интуиция». Пообщалась с Иваном Ургантом в его вечернем проекте, приняла участие в интересном выпуске «Где логика» и многих других. В 2012 году Наталья, помимо своей постоянной деятельности, вела несколько выпусков программы «Утро» на всероссийском топовом канале НТВ. Несмотря на комедийный жанр, Наталья очень серьезно относится ко всему, что связано с ее детищем. Она требовательный руководитель и хороший менеджер. Этим она очень похожа с своей героиней Натальей Андреевной. Сергей Эдуардович Габриэлян – российский актер театра и кино. Заслуженный артист России. Играл в фильмах «Ширли-Мырли», «ДМВ», «Антикиллер», «Китайский сервиз». Михаил Сергеевич Голустян – российский шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист и бродюсер. Играл в фильмах и сериалах «Зайцев плюс один», «Наша Раша», «Тот еще Калсон» и других. Друзья, у нас для вас великолепная новость. Мы запустили онлайн-приложение «Радио Гайк». Скачать приложение «Радио Гайк» очень легко. Зайдите на своем смартфоне либо в App Store, либо в Google Play. Наберите в поисковой строке латинскими буквами «Радио Гайк». Один клик, и вы на армянской волне. «Радио Гайк» – голос армянской диаспоры. Лаура Давидовна Киасаян родилась 8 февраля 1982 года в Москве. Российская актриса театра и кино принадлежит к известной кинематографической династии Киасаянов. В детстве 5 лет прожила в Индии, где работал ее отец Давид Эдмондович Киасаян. Актерская карьера Лауры началась в 6 лет, когда ее дед, известный советский режиссер и сценарист Эдмонд Киасаян, снял ее в эпизодической роли в художественной драме «Вознесение». В 1997 году, в возрасте 15 лет, Лаура исполнила сложную драматическую роль еврейской девочки, прошедшей через геноцид евреев Польши, видеоклипе на песню «Скребка леса» Игоря Саруханова. Клип снял дядя Лауры, кинорежиссер и клипмейкер Тигран Киасаян. В 2008 году окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина. Снялась в художественных фильмах и телесериалах «Кодекс чести 2», «Склифосовский» и «Джуна». Татьяна Геворкян Татьяна Григорьевна Геворкян родилась 20 апреля 1974 года в Москве. Российская телеведущая, журналист, актриса. Родители занимались прокатом советского кино за рубежом, много путешествовали. В школьные годы получила коричневый пояс по карате. Училась в школах в разных странах, а окончила школу в Индии. Поступила на киноведческий факультет на заочное отделение в ГИКО. Поступив, жила год в Индии в Дели, где в Делийском колледже Марии и Иисуса изучала английскую литературу, философию и логику. В 2002 году окончила в ГИКО. С лета 99-го вела хит-парад «Русская десятка» на телеканале MTV. Вместе с Антоном Камоловым была ведущей программ PlayStation и Высшая проба. До 2002 года вела программу «Дневной каприз». С 2003 года вела программу «12 злобных зрителей». Далее вместе с Иваном Ургантом была ведущей вечернего шоу «Экспрессу» на телеканале MTV. В 2011-2016 годах вела программу «Новости культуры» на телеканале «Культура». С 30 января 2017 года также ведет программу «Деловое утро НТВ». Сергей Ишханович Газаров. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Играл в фильмах «Белая кость», «Такси-блюз», «Катало», «12», «Экипаж» и многих других. Вячеслав Рафаэлевич Мамучаров. Российский актер театра и кино, телеведущий. Играл в фильмах «Папины дочки», «Любовь-морковь», «Глухарь», «Анна Каренина» и многих других. Нелли Уварова. Нелли Владимировна Уварова родилась 14 марта 1980 года в Литве. Российская актриса театра и кино. Моя мама – чистокровная армянка, рассказывает о себе актриса. Я родилась в Ашхабаде, выросла в Грузии. До 14 лет я жила в Тбилиси, затем переехала в Москву. Там началась совсем другая жизнь. Тем не менее, связи мы поддерживаем. У нас большая семья с богатыми традициями. Например, если говорить о Егету на Новый год, у нас подаются исключительно армянские и грузинские блюда. Нас с сестрой Леной воспитывали в очень жестких рамках. В 2005 году актрису приглашают на главную роль сериала «Не родись красивой», в котором Нелли исполняет роль очаровательной дурнушки Екатерины Пушкаревой, которая прославила Нелли на всю страну. Владимир Арустамович Епископосян – советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. Играл в фильмах «Пираты 20 века», «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич», «Опять идут дождей», «Некст» и многих других. Гаспарян Игорь Грачикович – российский актер. Играл в фильмах «Всадник по имени Смерть», «Ночной дозор», «Изображая жертву», «Небесный суд» и многих других. Ольга Кокорекина. Ольга Кокорекина или Ольга Петросян – российская тележурналистка, теле- и радиоведущая. В разное время работала на РТР, Первом, Пятом канале и ТВ-центре. Родилась в Москве в семье ученых-химиков – Владимира Анушавановича Петросяна и Валерии Алексеевны Кокорекиной. В конце 1993 года стала работать в ВГТРК-редактором, позже – корреспондентом в «Утренних вестях». С ноября 1997 по сентябрь 2000 вела информационную программу «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». Сначала дневные, а потом вечерние выпуски в паре с Олегом Авалыкиным. Осенью 2000 года Ольга перешла работать на телеканал ОРТ, впоследствии переименованный в Первый канал. С сентября 2001 до конца 2006 года являлась ведущей дневных и вечерних выпусков новостей. В 2007-2008 годах вела ночные новости. При этом Ольга считает, что главная карьера женщины – карьера матери. Микаэл Арамян – российский актер. Играл в фильмах «Шпионские игры», «Лестница в небо», «Землетрясение». Микаэл Каренович Дженебекян – актер кино. Играл в фильмах «Дежавю», «Дальнобойщики», «Легенды о круге», «Землетрясение» и других. Анна Вартанян Анна Михайловна Астраханцева – российская актриса театра и кино, которая также появляется в титрах фильмов под своей настоящей фамилией Вартанян. Кинозрителям известно по экранизациям знаменитых пьес и романов русских писателей и драматургов «Сад», «Анна Калинина – две женщины». Будущая актриса родилась в Саратове. Отец Михаил Вартанян работал хирургом, а параллельно профессионально занимался живописью. Мать Людмила вела домашнее хозяйство. В пятом классе Анна определилась с выбором будущей профессии. В 1998 году Анна Вартанян переезжает в Санкт-Петербург, чтобы служить в театре имени Комиссаржевской. В 2014 году стала лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за режиссерскую и актерскую работу в спектакле «Графоман». В сериале «Смерть шпионом Крым», в котором рассказывается о секретной операции по предотвращению диверсии на Ялтинской конференции лидеров государств-союзников, состоявшейся в 1944 году, актриса снялась в главной роли. Снималась также в центральных ролях сериалов «Мажор» и «Клим». Георгий Хачатурович Мартиросян. Советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. Играл в фильмах «Д'Артаньян и три мужпитера», «ТАСС, уполномочен заявить», «Ворошиловский стрелок» и многих других. Иван Джон Ридович Аганесян. Российский киноактер. Играл в фильмах «Закон и порядок», «Отцы», «Нюхач» и других. Илона Маркарова. Окончила СПБГ АТИ курс народной артистки Антоновой. Актриса Санкт-Петербургского театра «Театро де Капуа». Обладательница гран-при премии имени Сергея Курехина 2011 года. О себе Илона говорит «Я родилась и выросла в Тбилиси, но в один момент там вдруг стало непрестижно говорить по-русски. Папа у меня полковник советской армии, мама – преподаватель русского языка и литературы в институте». Сами понимаете, профессии обоих внезапно остались на родине невостребованными. А здесь, в Петербурге, еще с советских времен, у меня жила тетя, мамина сестра. Она закончила медицинский институт и осталась работать. Поэтому решение переехать было логичным. Для меня Петербург с детства город мечты, это же место, где творил Майк Науменко, Виктор Цой. Когда поступила в театральную академию, мои тбилисские одноклассники очень мной гордились. Слава Ашотович Степанян. Актер, театральный деятель. Руководит московским армянским театром. Играл в фильмах «Ошибки РИП», «БСЗ», «Метро» и других. Родион Рафаилович Нахапетов. Советский, американский, российский актер, кинорежиссер и сценарист. Народный артист РСФСР. Играл в фильмах «Застава Ильича», «Раба любви», «Нежность», «Торпедоносцы» и многих других. Римма Саркисян. Родилась 9 августа 1993 года в Санкт-Петербурге. В 2014 году окончила СПБГ АТИ «Курс Алексахиной» и была принята в студию при театре Ленсовета. Снималась в фильмах «Гадкие лебеди» и «Луна в зените». Жан Эдуардович Хангулов. По другим данным, хангулян Жан Даниэль Эдуардович. Советский и российский кино и театральный актер, режиссер, ознаватель театра для глухих в Таллине. Играл в фильмах «ВАЗ», «Сочинения к одню победы», «Ледниковый период», «Руд» и «Сэм» и других. Арарат Геворкович Кищан. Российский комедийный актер, радио и телеведущий. Играл в сериале «Универ» и «Универ новая общага». Мамы, Саша, Таня и других. Анна Меликян. Водилась 8 февраля 1976 года в Баку. Российский кинорежиссер, сценаристка и продюсер. Выросла в Ереване. В 17 лет переехала в Москву. В середине 90-х годов Анна Меликян – режиссер на телевидении. Писала сценарии для рекламных роликов и телевизионных программ. В 2002 году окончила режиссерский факультет в ГИК. В 1999 году в качестве курсовой работы был снят фильм «Полетели» с Нелли Уваровой в главной роли. Первым полнометражным фильмом стал «Марс», премьера которого состоялась в 2004 году на Берлинском кинофестивале. Второй полнометражный фильм «Русалка» получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале «Сандэнс». Был номинантом от России на «Оскар». За фильм «Звезда» в 2014 году Анна получила приз за лучшую режиссуру на фестивале «Кинотавр». В 2015 году за фильм про любовь получила на кинотавре два главных приза – гран-приз за лучший фильм и приз жюри кинопрокатчиков. Американский журнал «Варьюти» включил Меликян в десятку самых перспективных режиссеров мира. Анна создала кинокомпанию «Магнум», которая занимается производством фильмов и телесериалов, а также поиском и продюсированием новых талантов. Сергей Геворкович Мелконян – российский актер. Играл в фильмах «След», «Гуманоиды в Королеве», «Папины дочки» и других. Дмитрий Вадимович Харатьян – советский и российский актер, телеведущий, народный артист Российской Федерации. Играл в фильмах «Розыгрыш», «Гардемарины вперед», «Зеленый фургон» и многих других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова